Дыня Мы не археоботаники, поэтому снимаем средневековую вишню под чутким руководством ученых. Чтобы органика сохранилась 700 лет, ее надо надежно скрыть от бактерий, либо уничтожить или испортить то, что они едят. Этим ягодам повезло, они отравлены ядом, оксидом железа. Вишня, я думаю, что была местная, потому что у нас есть тоже была уникальная находка, когда в стенке местного сосуда осталась косточка вместе с плодоножкой. И косточка, видно, что вишня, знаете, когда не вызрела, а засохла. Вот она просто упала от дерева, и гончар просто не заметил, замешал, вылепил сосуд. Жители Азака и окрестностей занимались сельским хозяйством. На экспорт шли ячмени, пшеница. И хотя местное зерно считалось одним из самых худших, себе горожане оставляли еще менее ценные злаки. То есть, как всегда, все лучшее в Европе. А для себя они оставляли вот пшено, ну, просто. Злаки сохранились с 14 века благодаря большому содержанию углерода. То, что средневековому жителю горе, современным археологам счастье. Иногда сохранить органику помогает пожар. Влаго быстро уходит, сухое превращается в уголь. Бактериям нечего есть. Эти фрукты найдены в жилье венецианского купца. Инжир и виноград, скорее всего, привозили из-за моря. В этом же жилище была найдена связка инжира сушеного на полу. Причем, когда ее расчищали, было видно именно, что это связка упавшая, так сказать, откуда-то со стены. А вот и заморские грецкие орехи. Тогда они были гораздо меньше современных, но выше в цене. Это орехи, привезенные с территории Трапезунской империи. А вот там, соответственно, орехи, причем разные виды, они были чуть ли не государственной валютой. То есть император Трапезунда им своими долги выплачивал. По средневековым ценам сориентироваться сложно. Фиксировали только либо очень высокую, либо самую низкую. А скачки инфляции вызывались, как и сейчас, политическими катаклизмами. Когда войско Тимура ушло отсюда и зимовало в низовьях Волги, то стоимость овцы составляла уже какие-то сотни граммов серебра. Но понятно, что это была экстремальная цена, когда начиналась просто голодовка. То есть к реальной цене овцы это отношение не имеет. А в более-менее мирное время за полтора килограмма баранины давали один дирхем, как и за литр вина. А на содержание узника, так сказать, в тюрьме кафы отполагалось 40 дирхемов в месяц, то в принципе даже узников в тюрьме можно было бы поить вином. Но это если по оптовым ценам. И вино ввозилось в вазак из трапезунда беспошлинно. Есть мнение, что вазаки выращивали арбузы и дыни. По крайней мере семечки их находят. Есть еще и уникальная находка – луковицы. Но ученые посчитали, что она недостаточно хороша для показа. Просто не похожа на луковицу. Может и продукты со старого базара будут исследовать ученые через семь веков. А пока вернемся на современные прилавки и посмотрим на самый криминальный фрукт. Обьевшись дыни, французский король Генрих IV почувствовал себя настолько плохо, что решил подать на нее в суд. Вина за причинение боли в животе была доказана. Правда, как казнили неосмотрительные плоды – неизвестно. А у древних арабов дыня была в почете. Они считали, что это райский фрукт, случайно упавший на грешную землю. Символом женской красоты. Японцы выращивают самые дорогие в мире квадратные арбузы. Были геометрические эксперименты и с дыней. Теперь на островах растет идеально круглая дыня Юбари Кинг, которая тоже бьет мировые рекорды по цене. И может обойтись в несколько тысяч долларов за штуку. Поэтому ее даже продают дольками. Но нас интересуют, конечно, старобазарные цены на обычные дыни. И надеюсь, они с японскими не сравнятся. Хотя, конечно, еще не сезон. И ценники впечатляют. Самая дорогая сейчас дыня местная. Она стоит от 160 до 180 рублей за кило. А вот дыньки-эмигрантки гораздо дешевле. Узбекские – 60 рублей, а иранские – вообще 40. Где-то через месяц упадет и наша. Не зря же сейчас трудятся люди на бахче. А продавцы уже изобретают хитрости для привлечения покупателей ими на дыне. А вы скажите, как же дынька на вкус попробуете? Очень хорошая. Неужели, что я ее не люблю? Меня муж любит. Пускай за ней ехать. Шероховатый узор дыни и небольшие неровности говорят о ее насыщенном вкусе. А вот идеально гладкая будет не такой сладкой, говорят опытные покупатели. Не стоит пугаться белых пятен. Это всего лишь незагоревший на солнце бачок. И созревал такой фрукт без помощи нитратов. Европейцы узнали о дыне в Средневековье. И она сразу попала в арсенал колдунов и магов, став главным ингредиентом приворотного зелья. Что-то чудодейственное в дынях разглядели и китайцы и широко применяют их в народной медицине. Причем почти целиком, вплоть до листьев и семян. Кстати, дыни с необычным вкусом выращивают не только японцы. Есть и наши уникальные сорта. Например, дыня со вкусом клубники на Кавказе. А еще такой факт. Рисунки на дыне в арабских странах считали зашифрованными посланиями Бога и использовали в гадании. А нам главное, чтобы было вкусно и недорого. Совсем скоро местная дыня обрушит цены на старобазарных прилавках. Ближайший родственник тыкви и огурцу – арбуз. Да и в переводе с одного языка – большой огурец, а с другого – маленькая тыква. Сейчас узнаем, сколько стоят первые июньские полосатые на Старом базаре. Эту огромную ягоду брали с собой в загробный мир фараоны Древнего Египта. Они упоминали древние медицинские трактаты. А в России ее полюбили только в 17 веке, хотя завезли на 500 лет раньше. Может, наши предки просто до мяйкоти долго добирались. А название арбуз – это от персидского карпус – большой огурец. Ну да, просто одно лицо. Потому и солят арбузы в бочках, как огурцы. Но нас сегодня огурцы не интересуют. По крайней мере, маленькие. Только цена первых арбузов на Старобазарных прилавках. Азербайджанские идут от 60 рублей за кило и доходят до 100. Иранские – от 40 до 80. А где-то через неделю, как обещают, подоспеют и первые местные. Кстати, не стоит бояться нитратов в первом урожае. Это уже больше миф. У бочеводов, конечно, есть свои хитрости выращивания ранних продуктов. Но им гораздо выгоднее просто взять скороспелый сорт, который вызревает уже к концу июня. У нас арбузы любят круглые или вытянутые формы. А вот за рубежом продолжают экспериментировать. И вывели мини-арбузики диаметром всего 3 сантиметра. Не вырастая, не теряют сладость и становятся действительно похожими на огурцы. И идут в салаты. А известной страстью к необычному японцы арбузы растят квадратными, помещая в специальные клетки. Кстати, именно японские квадратные арбузы – самые дорогие. В Москве их цена стартует от 30 тысяч рублей. Наша программа подошла к концу. Интересуйтесь рыночной, прямом смысле экономии. И оставайтесь с нами. До встречи через неделю.